Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях заместитель директора Республиканской дирекции культурных программ Министерства культуры Чуваши Лариса Ларионова. Лариса Тимофеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Лариса Тимофеевна, неделю назад в Чебоксарах торжественно стартовал марафон культурных событий. Расскажите, пожалуйста, что это такое, какова у него история, какие мероприятия предполагают? Сетевой марафон – это осенний мультипроект, который проводится ежегодно. В сентябре, октябре, ноябре у нас проходят мероприятия этого марафона. История его такова. В 2003 году Чебоксары выиграли конкурс и стали культурной столицей Поволжья. Конкурс проводил Приволжский федеральный округ под эгидой Кириенко. И вот этот проект «Чебоксары – культурная столица Поволжья» дал старт всей новой программе развития культуры в республике. И впервые сетевой марафон был проведен в 2003 году. После окончания программы «Чебоксары – культурная столица Поволжья», учитывая общественный резонанс, учитывая настроение населения и положительный резонанс по отношению к этой программе, был издан указ президента в 2004 году о том, чтобы продолжить эту программу. И ежегодно с 2004 года в республике объявляется конкурс грантов главы Чувашской республики, ну в то время президента, да, грантов главы в сфере культуры и искусства. Это инновационные проекты, которые подают различные учреждения, общественные организации, независимо от формы собственности. И ежегодно предваряет вот этот сетевой марафон республиканский конкурс на звание территории культуры. То есть мы объявляем в республике один, два или три района или города, которые носят вот это звание территории культуры, что позволяет им наравне с чебоксарами принимать и проводить презентации проектов победителей конкурса грантов главы Чувашской республики. Обычно это проходит у нас в январе-феврале такой конкурс. Мы объявляем территории, и вот в этом году это у нас Марпосадские и Цивильские районы. Затем в апреле мы объявляем уже конкурс грантов главы Чувашской республики на создание инновационных проектов в сфере культуры и искусства. В этом году девять проектов были признаны победителями. И вот они составляют основу сетевого марафона, который проходит на территории Марпосадского и Цивильского районов. В этом году было подано всего более 30 проектов на этот конкурс. Из них, как я уже сказала, девять проектов стали победителями. Я могу назвать... Да, хотелось бы узнать, что это за проект. Да, сейчас я вам назову. Значит, самое большое количество баллов набрал проект, представленный Марпосадским районом. Этот проект посвящен 400-летию дома Романовых. Называется «Овеянная слава и российская провинция». Значит, они здесь готовят очень большую выставочную экспозицию, театрализованное представление, готовят путешествия по городам Чувашии «Мы давние добрые соседи» и так далее. Все, что связано с историей Романовых. Проекты, которые представлены, которые получили гранты, они когда будут реализовываться? Когда можно реально зрителям прийти и посмотреть на это, на все? Вы знаете, вот сейчас как раз составляется календарный план всех презентаций этих проектов. И затем мы его опубликуем и представим в средствах массовой информации. Будет на сайте культурный провайдер Чувашии, будет на сайтах Марпосада, Цивильского района. Сейчас уточняются даты, время, место проведения этих проектов. То есть это все в открытом доступе, и каждый заинтересовавшийся человек может узнать и приехать на эту презентацию? Посмотреть их проект? Да, конечно. Кроме этого, они же и здесь проводят его. То есть это будет и в Чебоксарах проводиться, скажем, на базе училища культуры республиканского. В то же время пройдут презентации и в Марпосадском, и Цивильском районах. 25-го у нас состоится научно-творческий форум, представленный Институтом, Чувашским государственным институтом культуры и искусств. Здесь первый творческий форум на встречу профессии. Один из таких нашумевших, очень популярных у жителей столицы Чуваши проектов – это был вокзал «Воксхолл» в 2003 году. В последнее время о нем что-то было мало слышно, но вот неделю назад этот проект был опять во всеуслышание заявлен. Будут ли продолжаться подобные концерты, и кого ждать чебоксарцам? Так, ну вот так же этот проект стартовал в рамках программы «Чебоксары. Культурная столица по Волжи» 2003. И тогда прошла серия концертов на железнодорожном новом отреставрированном вокзале города Чебоксары. Серия концертов, которые, ну, как бы в стиле фолк-рок, фолк-джаз, этно-стиле прошли концерты с приглашением коллективов из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и так далее. Затем эта программа продолжалась ежегодно, уже в рамках, как бы, ну, во-первых, тоже был грант выигран в 2004 году на этот проект, а далее это уже шло по государственному заданию. Ежегодно в рамках сетевого марафона, также вот в сентябре, октябре, ноябре проходят эти концерты на вокзалах не только города Чебоксары, но и в Шумерле, в городе АллатРь мы проводили. Распространился этот проект по всей республике. И практически ежегодно у нас эти концерты проходят на вокзалах Чебоксар, Шумерли, АллатРь, в рамках Дня Республики у нас это проходит тоже, в рамках Международного фестиваля народного творчества «Родники России». Приглашаем всех с удовольствием. Спасибо большое, Лариса Тимофеевна. Я напомню, что сегодня в программе «По существу» мы говорили о марафоне культурных событий, который стартовал неделю назад в Чувашской Республике. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин